Добрый день, уважаемые студенты! Мы продолжаем с вами тематику, связанную с культурным наследием. Я предполагаю, что сегодня для выполнения задания я выслужу записи предыдущей пары. То есть мы с группой работали над тематикой, посвященной фортификации 18 века, это крепости Уфа. И мы с ней брали одно из строений, это каменный собор, который располагался на территории крепости 16 века, конец 16 века у него постройка. И мы смотрели исторические документы по нему, читали текст. И в общем, я сейчас включу демонстрацию экрана, чтобы вы могли его смотреть. Там уже стоит задание, связанное с, скажем так, прочтением текста. Но я думаю, что, надеюсь, вас помучат немножко попросить почитать его. Хотя можете его почитать на, как говорится, свободное время. Вот он, этот текст, мы его читали. Потом, скажем, мы брали отдельные архитектурные элементы. И я дал задание просто посмотреть аналоги этих архитектурных элементов. Сегодня я продолжу, скажем так, разбирать по нему уже часть материалов. Ну, начну с того, что вот, почему я вдруг переключился на Уфу. Это работа, связанная с юбилеем. В 24 году будет отмечаться юбилей 450-летия города Уфы. Вот. И в связи с этим планируется ряд работ, связанная в том числе с разработкой видео такого приложения, посвященное древней крепости, ну, такой древней застройке Уфы, с расчетом на то, чтобы вот такой создать виртуальный тур по старинной крепости и показать его на этом празднике, вот, на юбилее, на формате видео 360 градусов. Вот. Пример, как это показывается. Я вам показывал, ну, на одном из занятий мы это смотрели. Это у нас была тема, связанная с, скажем так, с этим, с городом Стерлитамаком. Так, сейчас я постараюсь вам найти. Вот он, виртуальный Стерлитамак. Вот. И, в общем, вот здесь вот примерно, что для показа используются очки дополненной реальности, используется, в них демонстрируется формат видео, то есть видео 360 градусов с наложением исторических документов, скажем так. Но моя часть работы, то есть вот эту работу я делаю для местного, скажем так, историка-краеведа, который зарабатывает на этой части, то есть он делает демонстрации, очень достаточно успешные для людей, то есть для образовательных учреждений, показывает в 3D, как это выглядело с такой, с рассказом экскурсовода. И такой контент, он действительно нужен, и в связи с юбилеем мы сейчас взялись его делать. Вот. Есть набор документов для воссоздания застройки этой старинной крепости. И вот тут есть старинные планы. Ну, наверное, чтобы не повторяться, я предлагаю вам посмотреть запись. Вот. Здесь, ну, просто я так кратко, наверное, пробегусь у нас. Это старинные планы используются для реконструкции города. Есть данные археологии, где, скажем так, старинную застройку прикрепляют, то есть позиционируют на улице города. Вот. Вот она так выглядит. Вот она старая крепость, допожарная. То есть 1759 год был пожар. Вот. И уже, то есть, время Елизаветы Петровны. И вот здесь вот потом уже произошел пожар. И в 60-х годах, вот в Екатеринское время, начинает выстраиваться новая городская застройка. То есть уже по традициям фортификации 18 века, такие вот заложенные в Петровское время, то есть это не 17 век, не деревянные крепости, а вот у нас, видите, равелины, да. Ну, это вот такие вот, скажем так, насыпи. Значит, ну, они бывают каменные, бывают деревянные. В общем, я не буду повторяться серьезно. Наша, скажем так, задача будет связана с тем, что, конечно, мы будем работать с чертежной документацией. Вот. Ну, тут у нас чертежи, я просто показываю для примера, которые делал архитектор Лосковский. Это военный инженер, который приезжал, скажем так, на территорию города Уфы, делал зарисовки. Ну, поскольку происходила перепланировка этих крепостей, да, и чтобы ее заново перепланировать, перестроить, чтобы она могла свои оборонительные функции выполнять, здесь делалось, ну, что-то зарисовывалось, вот, чтобы оставить это как есть, а где-то дополнялись уже новые, скажем так, объекты, застраивался город, и вот мы с вами берем сегодня Смоленский собор. Вот, работа уже по его реконструкции была в 3D, она не единственная, я уже, скажем так, помимо меня есть серьезные исследования по, скажем так, изучению, как выглядел этот старинный собор. Вот, это историк, скажем так, краевед, Ищеряков Павел Федорович, вот, ну, он не единственный, есть еще ряд других историков, краеведов XIX века, Игнатьев, Сомов, и вот они изучали облик собора. Собор был с XVI века, неоднократно перестраивался, в XX веке его снесли, то есть, его использовали, чтобы такие эффектные картиночки вам показать. Так, то есть, на этот 1957 год он еще, как говорится, у нас стоит, но в советское время его сносит, и от него ничего не остается. Вот, например, так вот, одного из архитектурных элементов, который у нас, вот, на нас, как говорится, глядит. Это чертежи 40-х годов. Так, ну, а про документы аналоги мы с вами поговорим. Это состояние объекта вот уже накануне сноса. Всем видно? Да, все видно. Да, ну, вот я использую нейросети для того, чтобы обработать наш, как говорится, объект, его раскрасить, улучшить качество. И вот мы видим как раз колокольню, само здание, строение. Вот, ну, саму постройку неоднократно перерабатывали, поэтому сейчас вот мы... Это уже документ советского времени. Вот, для того, чтобы восстановить ее в 3D, есть чертеж, который сделал как раз воевода, вот, здание. Вот на этом чертеже, он передан не полностью в масштабе, как пишут исследователи, поэтому тут масштаб нужно соотносить с фотографиями. Есть план, план, есть полностью, вот он, план. Они между собой. Ну, мы видим здесь вот как раз вот эти алтарные преграды. Вот, они их просто на этом плане не обозначили. Вот. Есть описание этого собора и данные, которые приводятся в статье. Достаточно интересно в статье. Внутри собора есть информация о том, что располагались вот такие вот интересные элементы архитектурные. Скажите, как вы думаете, зачем используются вот такие вот горшки в храмах? Вы сталкивались? Вот такие вот элементы. Встречали? Давайте. Подобно, если честно, сложно объяснить. Ну, может, ну, какая-нибудь там типа... Ну, точно не с кремированием связано, явно что-то... Так, хорошо. Ну, вот, пожалуйста. Вот вам. Это как ласточки на гнездах, кажется, да? Когда вы посмотрите, что как будто это ласточки. Ну, может, типа аналог... Может, такие, типа, декоративные аналоги слуховых окошек, ну, типа, или нет? Да, слуховые... Называются они голосники, неспроста. То есть, это такие специально туда горшки вмуровали, то есть, круглые, чтобы звук отражался, да, при звучании, потому что пели хором. То есть, ну, традиция православной службы, что вот они поют хором, и вот этот микрофонов у нас нету, да. То есть, там, батюшка, там, что-нибудь говорит сам вона, вот, и чтобы все было слышно, вот, как раз вот такие элементы использовались. Ну, они были расписаны, то есть, роспись могла вот быть вот подобным образом, да. Это сейчас мы видим штукатурка, а вот в расписанном состоянии это могло выглядеть вот так вот, да. И, следовательно, считал в стенах 27 вот этих дырок, так, голосников мурованных. 27, не считая ниш, вот. Но дальше, скажем так, есть информация, что внутри были своды сомкнутые. То есть, ну, мы можем посмотреть на, как говорится, вот этот, на этот храм, да. Есть информация о том, что своды сомкнутые. Вот они вот здесь вот так вот располагались. В стенах, значит, у нас вмурованы вот эти голосники, да. Да, и уже несколько пределов. Вот здесь нарисованы вот эти пределы, да. И, конечно же, есть реконструкция, которую проводили в более позднее время, это 2000-е годы, да. То есть, это реконструкция на 19 век. То есть, когда здание было уже перестроено, оно немножко, свой облик такой архитектурный, чуть-чуть, чуть-чуть, мы можем сказать, оно выглядело чуть иначе, чем задумалось. Но вот тут очень интересно, это вид сбоку самого здания, вот самого как раз. Сама постройка здесь, вот алтари. Вот у нас на другом плане есть информация про алтарные преграды. Сейчас я постараюсь найти, найти этот план. Вот он план, да. Вот он план. Вот как раз фактически у нас вот этот... Так, сейчас, минуточку. Так, 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 так. То есть, когда это все начинаешь сопоставлять в компьютерной модели, тогда уже начинается понятно. Итак, мы видим сбоку вот это здание. Вот у нас, значит, алтарные преграды. Вот она, да, я обозначу. Вот у нас, как говорится, стены, да, вот они здесь находятся, да. А здесь у нас пристройка. Вот она находится следующим. Вот так, таким образом выглядит. Только это, вот он, храм на 1759 год, да. И рядом с ним соседствует другое, которое не отражено на 3D-модели нашей, да. То есть, здесь у нас его, скажем так, нету, да. То есть, вот мы видим вот эту сторону, скажем так. Вот с этой стороны у нас вид сделан, да. А вот эта сторона у нас, она маленькая. Вот это у нас церковь входная Петра и Павла. Зимняя, так скажем так, зимняя церковь. Вот она. И мы ее в 3D не видим. Поэтому, в общем, сейчас займемся тем, что вот эти документы плавно будем размещать. Поскольку работа проведена была реставраторами, то здесь все-таки я с масштабом, тут есть информация, что буду доверять больше вот этой проведенной работе. Так, поэтому сейчас я часть занятий посвящу именно тем, что буду размещать все эти материалы у себя в программе. Так, это у нас. Так, раз, сохранить, два. Сегодня в качестве домашнего задания я предлагаю вам разобраться с определенными элементами. То есть, вот голосники я сам нашел уже. То есть, есть статья посвященная. И в ней идет как раз рассказ про те архитектурные элементы, которые располагались на храме. Вот, например, здесь есть орнамент. Скажите, вам заметно, вот он, декоративный орнамент идет? Да. Да, вот. Значит, вот этот орнамент, наверное, даже вот здесь вот получше видно, он описывается в статье, в публикации. Даже вот в 3D-модели я сейчас посмотрю, как они его реализовали. При реконструкции обязательно все вот эти элементы имеют большое значение. Для отображения плюс. Обращу ваше внимание, что не всегда художники 3D, они пытаются это все создать наиболее точным образом. То есть, что-то, да, упускается. Ну, вот, например, тут, ну, дублик крестов, например, да. Вот здесь вот мы видим, он вот такой вот художественно нарисованный, да. Если сопоставить его с тем, что мы видим на 3D-модели, например, крест у них совершенно другой взят. Видно? Хотя, конечно, можно так не сказать, что это там что-то отдаленное. Но, в общем, если набрать там старинные православные кресты на храмах, да, то мы видим, что они есть в виде распускающейся лозы, есть в виде восходящего солнца. То есть, там их десятки различных вариантов. Их каждые 30 лет меняли. Поэтому, в общем, совершенство в мелочах предлагаю вам поискать вот именно вот эти мелочи. Мелочи элементы архитектурные. Я тем временем постараюсь прочитать вам то, что в статье написано. У нас есть статья, посвященная именно истории изучения этого памятника. Памятника здесь идет описание составной части данного храма. Давайте их вместе с вами почитаем, а потом уже перейдем к 3D, скажем так, реконструкции. Но надо все-таки прочитать эту статью. Так. Средняя часть является наиболее древней и наиболее ценной частью памятника. Вот. Смотрите. Апсидная часть построена в 1835 году. Средняя часть, бестолтный пятиглавый храм, построена в конце 16-го столетия. Западная часть, трапезная, с округленными углами, построена в 1824 году. У нас вот этот план, смотрите, 1771 год. Вот. На нем уже обозначено, как говорится, состояние объекта. То есть, вот как он выглядел тогда. То есть, это непланируемый план. Поэтому здесь будет небольшое разночтение, возможно, статьей. Надо вчитываться, чтобы понять ее значение. Итак. По северному и южному фасаду имеются угловые колонны. Вот они угловые колонны. Сверху, снизу, доходящие до карниза, высоты здания. Ниже колонны выступают лопатки, соединенные фигурным пояском. Так. На уровне основания колонн. Завершает колонны тремя кокошниками. Ну, вот с одной стороны у нас четыре кокошника. Вот они, полукруглые элементы. Ну, сегодня мне придется вчитываться вот в эти картинки. Так. Это у нас вот они, кокошники, три штуки. Все видят, да? Три этих кокошника. Вот они. Заодно видите, как вот сделан у них тут орнамент. Как они, реставраторы решили передать. Но тут крыша не обозначена. Тут у нас на 1750 год мы видим крышу деревянную. А это уже облик здания на 17 век. Видно, он горел. И поэтому тут, в общем, они закрывали это крышами. Итак, во втором ряду сохранились диагональные закомары. Так, значит, в настоящее время кровля разобрана. Теперь так. Ну, вот написано, что тут как раз была железная кровля. И вот эти кокошники верхние, они закрыли закомарами. Так, сомкнутый свод. Ну, это они, это, скажем так, это информация, которую мы сейчас читаем. Она, это воспоминания людей, которые занимались изучением храма до его разрушения. Вот. Поэтому здесь они описывают все архитектурные элементы, которые в нем были. Вот размер кирпича. Так. Смотрите, каменный пол сохранился на 70%. То есть, пол был из камня. Так. Хорошо. Я вот могу себе как раз, например, в статье вот это постараться отметить. Каменный пол. Размеры кирпича. Потом сомкнутый зеркальный свод. Ну, под словом зеркальный я не подразумеваю стекло. Ну, вот, поэтому так вот он назван. Сделан с высоким подъемом, перекрывающий храм. Окраской разделен на кессоны. Вот. Ну, в общем, здесь... Вот это окраской как раз вот он разделен, да. Свод у нас получается сомкнутый. Вот он аналог, как это выглядит. Я для себя специально нашел это. На стенах с забеленной звездкой проглядывают фрески, в которых храм был расписан, на их правиле, в 18 веке. То есть, в 20 веке там уже фрески содрали, и все было покрыто звездкой, да. В своде имеется квадратное сечение. Так. В своде кованное квадратное сечение связи. Так. И также им выявлено 27 голосников особых сосудов, мурованных в стены, для улучшения акустики. После этих слов я стал искать эти сосуды. И нашел как раз их облик. Вот они, эти голосники. И посмотрел, как они в храмах. Вот Свято-Троевский собор. Как это выглядит с росписью и без. Так. Ну и, в общем, есть чертеж. Это у нас чертеж 40-х годов. К сожалению, он не опубликован. Поэтому мы его с вами, увы, взять... Ну мы сможем его, как говорится, использовать. Сопоставим его с 3D-моделью. Вот. Ну, в общем, улучшить его качество. Тут есть у нас небольшие размеры указанные, да. Там, ну, попробуем эти размеры. 3,10, например. Да. Там 120. В общем, воспользуемся масштабом. Тут изображена у нас и колокольня. Но построение 3D-модели будет производиться по данным чертежей, которые мы имеем, и фотографий. Так. Сейчас я загружу у нас все оставшиеся. Модели, точнее, фотографии, которые есть. И мы приступим к программе SketchUp. Так. Давайте по поводу домашнего задания. Ну, наверное, я попробую дать или аналогичное задание, которое предыдущей группе, или мы сейчас посмотрим. Это сама программа. Так. И потихонечку я в нее перетаскиваю документы. Первое. Я перетащу улучшенный чертеж. Так. Он у нас после MyHeritage программы. Я обработал его в нейросети. Немножко улучшил качество. Так. Человек. Ну, мы его потом. Раз. А, нет. MyHeritage. Вот. Здесь она хуже справилась. Так. Это другой чертеж. Так. Сейчас. Минутку. Так. Так. Это облик у нас колокольни. Колокольня у нас уже на 1750 год уже стояла. Нам нужно будет ее сейчас обработать через нейросеть. Так. Загрузить. Перетащить. Наверное, улучшить фотографию. Загрузить. Так. Фото икона спасания рукотворного, бывшей ранее в Смоленском соборе. Ну, вот мы ее тоже добавим, обработаем. Так. Это у нас технология. Так. Раскрасить. Ну, конечно, разрешение очень низкое. Тут бы улучшить разрешение. Ну, вот тут, наверное... Скажите, лучше смотрится? Однозначно лучше. Так. Вот. Вот такая вот работа проделывается заранее по... Какая-то... Для того, чтобы мы могли все эти детали увидеть для 3D-моделирования. Это очень важно. Так. Значит, это самый главный храм. Вот оно. Вдали виден. Похоже. Вот они. Закомара. Так-так. Вроде похоже. Закомара. Крыша. Так. Хорошо. Теперь, что еще можно посмотреть? Так. Это икона. Икона может быть у нас висеть над дверью. Я ее тоже раскрашу. Ну, потому что все-таки в черно-белом виде это советская икона. Поэтому пускай у нас будет. Можно, конечно, поиск по фотографии, изображение сделать и найти. Но мы возьмем именно точную-точную, которая была. Пусть нейросеть нам сделает ее цветное. Да, ну, а дальше потребуется программа Photoshop для того, чтобы убрать пометки. О том, что это MyHeritage сделала. Это, конечно, нам пометки не нужно оставлять. Файл не найден. А, ну, да. Скачать улучшенная фотография. Так. Это художественные реконструкции, которые были сделаны на 17 век. Тут алтарь, главный собор, без всяких пристроек. Поэтому, конечно, сейчас при создании 3D-модели можем посмотреть, как он, ну, как это будет у нас выглядеть. Вот эта работа выстроена. Мы можем сравнить. Вот, например, архитектурная модель. Значит, эти пристройки уже, как описано в статье, если сейчас мы внимательно почитаем, то есть это более позднее время. То есть, вот эти пристройки, они пишут, хотя они пишут, что это 1800 какие-то года. Вот, ну, вот историческая часть, как раз его нанесена, вот эта главная часть. Ну, фактически, это вот этот, центральная. Вот, и вот здесь вот закомары, верхний ряд, второй ряд, и уже здесь сами барабаны, главки, 5 главок. Вот, значит, на художественных реконструкциях, которые дают сами краеведы, значит, выглядит это следующим образом. Вот она, колокольня. Не знаю, насколько она детально соотносится с колокольней, например, как это на фотографиях дошло до 20 века. Сейчас я попытаюсь, просто ради интереса посмотреть, но предполагаю, что все-таки в 20 веке они перестраивали облик, и, скорее всего, она выглядит не так. Так, ну, мы можем сейчас посмотреть, вот фотография, даже она более вытянута. Все видно? Высота завалена. Есть такое? Да. Да, с высотой проблема. Да, есть. Открою другую фотографию. Так, вот колокольня такая. Так, тут квадратные двери, тут арочные, вот, ну, на первом этаже. Вот, ну, это, скажем так, макет такой вот делался такой, может быть, это художественная зарисовка? То есть, здесь они, так вот, ее зарисовали, как сумели, поэтому, в принципе, тоже старались. Так, ну, мы будем делать с вами, обращаться на архитектурную модель, ориентироваться. К сожалению, у нас нет чертежей 1940-х годов, это облегчило бы работу, вот, потому что чертежная документация, она является более точной. Здесь мы уже, так, и, конечно же, нужно понять, какой период мы восстанавливаем, да, то есть, мы на какой период строим. То есть, можно сделать его центральную часть, вот, на, как говорится, на момент какого-нибудь века 16-го, там, один облик, да, потом на отстройки соседней уже, которые, соседней части строения. Вот у нас, там, трапезная, да, которая была при храме, вот, и потом уже, вот, алтарные преграды, они были. То есть, вот, попробуем сделать это. Так, чертеж я сейчас поставлю вертикально, приведу его к масштабу. Так, это обмеры как раз перед разрушением.